Почему официальное, так сказать, подразделение воинское вдруг выступило против Путина? А где была Федеральная служба безопасности, которая должна была предвидеть и предотвратить этот мятеж? Почему подразделение получало такое колоссальное финансирование, получало... Путин официально назвал сумму около 160 миллиардов рублей, да? События, по-моему, начались все-таки в пятницу, да? Уже в пятницу. И в субботу они вот приобрели такой, как бы сказать, накал своего пика достигли. В то время, в субботу и воскресенье и в Москве, и в пунктах, в городах Подмосковья, во многих городах были выставлены усиленные милицейские патрули, стояли вооруженные люди, Росгвардия, милиция, были перекрыты некоторые дороги, проводилась там проверка документов. Я лично в это время находился на даче, но для меня возник очень большой вопрос. Дело в том, что на понедельник, на 26 июня, у меня была намечена встреча с китайскими студентами, с китайскими студентами, которые закончили обучение на факультете журналистики в этом году, и они должны были приехать ко мне в гости. Я их ждал, я готовился, я тоже там предпринимал определенные меры, и для меня было непонятно, а состоится или не состоится эта поездка. Потому что им надо было ехать из Москвы до того места, в котором я находился, это примерно 120 километров, и мне было бы очень жалко, если бы поездка китайских студентов ко мне бы сорвалась. Ну, например, много моих знакомых, моих товарищей, и в том числе родственников, моей дочери, моя внучка, они находились в Москве. Я попытаюсь вам сейчас сказать свое мнение, или мнение тех людей, которые в то время находились в Москве, и тех москвичей, которые находились за пределами Москвы, ну, скажем так, на расстоянии 100-120 километрах от Москвы на своих дачах. Я бы охарактеризовал настроение и эмоции людей в данном случае, ну, тремя словами. Первое слово – удивление. Удивление, потому что действительно эти события являлись экстраординарными, и никто не понимал, как же могло произойти так, что вооруженная группа вооруженных людей, которая, собственно, являлась частью вооруженных сил, которая ведет боевые действия на Украине, вдруг стала двигаться в сторону Москвы. Это было крайне необычно. Ну, вторая эмоция. Эта эмоция, конечно, любопытство, потому что было очень мало информации в первые часы, когда мы получили сообщение, когда было по официальным каналам распространено сообщение о том, что происходят такие события, люди, естественно, испытывали любопытство. А что же это такое? Почему так произошло? И что будет дальше? Это вот такая эмоция любопытства, что абсолютно естественно для нормальных людей. Третья, конечно, эмоция – это тревога. Потому что, я думаю, что вы со мной согласитесь, состояние неопределенности, состояние предчувствия какой-то надвигающейся опасности, причем непонятно какой опасности, но ясно, что это реальная опасность. Особенно реальной эта опасность стала после того, как на следующее утро в 10 часов выступил президент Путин, который прямо заявил о том, что происходит. Кратко, но вот. Поэтому третья эмоция – это было слово «тревога». Люди же были, например, в эти дни было намечено проведение выпускных вечеров, выпускных балов в средних школах. То есть ученики средних школ, которые заканчивают обучение, обычно в эти дни, там, в субботу, воскресенье, торжественные балы, на которых их поздравляют с окончанием школы. К этим мероприятиям они готовились давно, в течение года, а можно сказать, и в течение всего периода обучения в средней школе. И вдруг все это оказывается под угрозой. Конечно, это вызывает определенную тревогу. Хотя, если говорить о нашей молодежи, о российской молодежи, ну, в данном случае о московской молодежи, как мне представляется, те люди, с которыми, ребята молодые, с которыми я разговаривал, они не придали особого значения в начале этим событиям. То есть они отнеслись к ним спокойно. Им было неприятно, когда на следующий день мэр Москвы объявил 26 июня, это был понедельник, нерабочим днем. То есть я отменил в субботу и воскресенье все эти мероприятия. То есть все эти мероприятия были отменены. Это было неприятно. Но особого испуга и страха как бы никто особо не испытывал. Взрослые люди, да, взрослые люди тоже разной категории. Есть очень богатые люди, есть чиновники высокопоставленные. Часть из них почему-то сочла возможным вылететь из столицы. И сейчас этот вопрос служит предметом отдельного разбирательства в Государственной Думе. Почему в этот опасный момент государственные чиновники покинули Москву. Понимаете, вот эти события, которые случились, они по большому счету не очень интересуют российское общество. Просто по одной причине. Ну, они интересуют, конечно, политиков, политологов, журналистов, которые комментируют и которые зарабатывают на этом, так сказать, свои деньги. А обычных людей, на мой взгляд, это не очень сильно интересует. По самым разным причинам одна из них – люди просто устали, понимаете. Люди очень устали от этих неприятных событий. Больше года в стране идет война. Это неприятное событие само по себе. И люди испытывают просто эмоциональную усталость от этого. И здесь дополнительное событие, которое еще усиливает это негативное ощущение. Поэтому люди как-то инстинктивно, большинство, особенно молодежь, я бы сказал, они как бы отталкиваются от этого события. Ну, там что-то происходит, ну, как бы немало дела, пока его не затрагивает это событие. Но в то время, в субботу, еще никто не знал, что будет в воскресенье и что будет в понедельник. До выступления Владимира Путина, президента Российской Федерации, то есть до 10 часов 24 июня, по-моему, он выступил, да, на следующий день. Вот до этого сообщений было крайне мало, да. Крайне мало. И какой-либо четкой позиции о том, что же происходит и к чему это может привести, официальные СМИ не высказывали, да. Были очень скупые. Значит, после выступления Путина, когда он назвал эти события вооруженным мятежом, ударом в спину, ну и так далее, то есть жестко так охарактеризовал эту ситуацию, организаторов ее. Значит, все официальные средства массовой информации, ну, стали, так сказать, комментировать и развивать эти мысли, да. Каких-либо высказываний, отличающихся от официальной точки зрения, в официальных СМИ, естественно, не высказывают, что вполне естественно, да, вполне естественно. Ну, единственным средством массовой информации, которое немножко более свободно комментировал эти события, это было известное издание «Коммерсант». Если говорить о том, что интересует российских зрителей в отношении вот этих событий, да, в интернете масса других источников, в том числе и оппозиционных, в том числе находящихся в состоянии вражды с Россией, и в том числе и ультрапатриотов. И большинство из них сосредоточено вот в том самом телеграмм, телеграмм-канале, в телеграмме, да. С одной стороны, наши противники утверждали, что завтра Пригожин захватит Москву и свергнет Путина, да. Также говорили о том, что государство России завтра распадется и России завтра не будет. Ну, вот. Ну, и вот в таком духе, что Россия потерпит окончательное поражение. Ну, вот. Но я хотел бы отметить и роль таких, скажем, патриотических каналов, да, скажем, ультрапатриотических каналов, которые тоже выступали с определенной критикой в адресе российского руководства, вооруженных сил, и требовали и призывали их, так сказать, к ответу в том смысле, что как же вы могли допустить такую ситуацию, да, как же вы могли допустить ситуацию. Ну, и с другой стороны, говорили о том, что, да, вот, Пригожин идет бороться за справедливость. Собственно, он и назвал свои действия, Пригожин, это марш справедливости, да. А эти слова очень сильно действуют на людей, да, потому что каждый человек хочет справедливости. Большинство понимает, что справедливости очень трудно добиться, но все хотят ее. Пригожин, то есть лидера ЧВК Вагнер, очень умелый, ну, скажем так, публичный деятель, да, он говорит очень убедительно, он называет реальные остатки, которые псущи нынешнему руководству вооруженных сил Российской Федерации. И это тоже возымело свое действие на людей, да, многие люди, почему отнеслись к нему с известной симпатией, потому что он говорил то, что они думали. Мы много узнали у личности Евгения Пригожина, да, о том, что он там в свое время 9 лет отсидел в тюрьме, что он успешный бизнесмен, что он там, как говорят, повар Путина. На самом деле он не повар Путина, он просто в его заведении там угощали Путина, да. Мы узнали о том, что в ЧВК Вагнер воюют действительно очень высококлассные профессиональные военные специалисты, которые прошли и Чечню, и Афганистан, и Сирию. И многие из них это действительно так, действительно патриоты своей родины, да, но потому что они военные люди, а задача военных людей защищать свою родину, да. Причем эти мнения разнились от самых фантастических, например, что Путин специально организовал этот военный мятеж, чтобы выявить, чтобы выявить те, кто против него в правительстве, да. Эта версия до сих пор присутствует, да. Что я хочу сказать, что я хочу отметить. Дело в том, что абсолютно очевидно, что наше общество, российское общество, оно находится в состоянии войны, да. Ну, состояние войны диктует свои условия, в том числе и для информационного пространства, да, потому что война идет не только на поле боя, там, где стреляют из автоматов, пулеметов, ракеты, там, беспилотников, но и самая жестокая схватка происходит в информационном пространстве. В информационном пространстве. И там действуют свои законы, которые характерны для военного времени. Если кратко говорить об этих законах, то все очень просто, да. Каждая сторона хочет преуменьшить свои недостатки, преуменьшить свои потери и преувеличить свои заслуги, свои успехи. И наоборот, так сказать, охарактеризовать противоположную сторону, как неуспешную, неудачную, несущую большие потери. Люди ставят очень много вопросов, да. Почему официальное, так сказать, подразделение воинское вдруг выступило против Путина? А где была Федеральная служба безопасности, которая должна была предвидеть и предотвратить этот мятеж? Почему это подразделение получало такое колоссальное финансирование, получало, Путин официально назвал сумму около 160 миллиардов рублей, да. И много-много таких вещей. Эта информация, конечно, людей интересует, но вопросов остается много. И один из самых важных вопросов, да. Кто же понесет ответственность за эти события? Понимаете, в чем дело? Ведь в результате этих событий, какого, 24-го числа погибли российские военнослужащие от рук ВК «Вагнер», да. Летчики, элита вооруженных сил, был сбит военный самолет, пункт наблюдения, командный пункт подвижный, и вертолеты. Люди погибли. Это около 16 человек. То есть их убили. Кто понесет за это ответственность? Ну вот, собственно, в рамках вот этих ситуаций разворачивалась вся информационная повестка. Официальные каналы следовали четко официальной точке зрения, но остальные, так сказать, высказывали те мнения, которые они считали нужны. Ну, вы знаете, тут тоже есть, существуют разные мнения по этому поводу. Я бы, вы имеете в виду российских ученых, которые именно проживают в России. Ну, здесь в основном, конечно, точка зрения совпадает с официальной точкой зрения, да, о том, что это вооруженный мятеж, что это событие грозили гражданской войной, кровопролитием, что этот мятеж, он мог бы серьезно ослабить позиции России вот в этом вооруженном конфликте, который сейчас происходит в Украине. То есть, как бы, большинство ученых, большинство экспертов, безусловно, поддерживают официальную позицию, официальную точку зрения. В то же время, сложившаяся ситуация не оставляет выбора нам, и многие из этих специалистов высказывают достаточно критические точки зрения в разной форме. В прямой критической форме говорят, что вот это не так, это неправильно, управление потеряно, значит, здесь коррупция, здесь недоработали и ситуация создалась. Многие выступают с конкретными предложениями о том, что же надо сделать для того, чтобы в будущем избежать этой ситуации. Но вопрос, как всегда, заключается в том, что хороших идей и хороших предложений, как всегда, очень много. Но будут ли они реализованы, вот в этом большой вопрос. Продолжение следует...